большой привет с вами виктория сегодня я хочу вам рассказать как приготовить пирог на сметане или кекс на сметане это пирог из серии все смешал и в духовку без возни и заморочек для приготовления нам понадобится мука сахар сметана яйца ванильный сахар разрыхлитель или сода щепотка соли растительное масло и экстракт ванили полное количество продуктов я вам оставлю в описании под видео в миску выбиваю 3 яйца добавляю 180 грамм сахара щепотку соли и 2 чайные ложки ванильного сахара и взбиваю миксером в белую пышную массу масса должна побелеть увеличится в 2-3 раза то же самое можно сделать без миксера обычным венчиком просто придется немного побольше поработать руками у меня этот процесс обычно занимает 5 минут от того как вы взобьете яйца с сахаром будет зависеть пышность вашего пирога яйца и сметану нужно обязательно достать из холодильника заранее перед приготовлением чтобы они были комнатной температуры далее добавляю 200 грамм сметаны у меня сметана 30 процентной жирности желательно брать сметану пожирнее одну столовую ложку экстракта ванили и 70 миллилитров растительного масла без запаха и все еще раз недолго перемешиваю миксером чтобы не перебить яйца откладываю миксер он нам больше не понадобится и просеиваю муку и две чайные ложки разрыхлителя если вы делаете соды это погасите одну полную чайную ложечку соды сметане и все перемешиваю плавными движениями снизу вверх до однородной консистенции делать это нужно либо силиконовой лопаткой либо деревянной не миксером вот такое по консистенции должно у вас получится тесто не слишком густое и не жидкая она вот так стекает ленточкой с лопатки мне понадобилось ровно 230 грамм муки и пикать пирог я буду в разъемной форме я ее установила на диаметр 20 сантиметров подойдет любая формочка силиконовая любая разъемная диаметром 20-22 сантиметра и приложила ее фольгой фольгу я сложила в два раза и переливаю тесто формочку отправляем запекаться тесто в ранее разогретую до 180 градусов духовку на 40 45 минут ориентируйтесь на вашу духовку пирог у меня запекался в течение 45 минут проверяем его деревянной шпажкой шпажка должна выйти сухая достаем его из духовки даем ему немного остыть и извлекаем из формы посмотрите какой пышный получился пирог это какое-то пышное чудо далее из пергаментной бумаги я сделала вот такой трафарет если вы хотите посмотреть как я его делала вы можете посмотреть на отдельном видео трафарет сверху накладываю на пирог и сверху присыпаю сахарной пудрой и вот получился такой небольшой узорчик узорчик самый простой вы можете сделать что-то посложнее но это очень такой простой лайфхак который может пригодиться на кухне каждой хозяйки давайте же отрежем кусочек посмотрим какой он у нас получился внутри получилось очень вкусно и ароматно пирог пористый душистый румяный очень красивый вкусный надеюсь это видео вам понравилось ставьте лайки пишите мне ваши комментарии всем желаю удачной выпечки и до новых встреч с вами была виктория м